Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы сказать, то что по форме вашего сообщения мне показалось, что вы задали вопрос в раздел психологии, а немножечко по ошибке, потому что по форме ваш вопрос больше походит на запрос в разделе сатирика, вот, потому что вы не написали таких характерных нюансов, тонкостей для вопроса в области психологии как. Почему мужчина ушел к любовнице? То есть, что стало последним шагом для него к тому, чтобы уйти к любовнице? Далее, вы пишите, что заметили в его глазах что-то родное в глазах своего мужа, тут тоже не совсем понятно. То есть, вы заметили в его глазах тепло и как бы поняли, что можете сохранить брак. Если это так, то в первую очередь нужно убедиться, что это вам не показалось, что мужчина действительно хотел бы вернуться к вам, потому что очень может быть, что вы желаемое принимаете за действительность и чтобы у вас не было все-таки разочарования, потому что, ну, и дети страдают, да, и вы, в общем-то, тоже переживаете, я вижу. Так вот, нужно убедиться, что вы правы, что вы вот прям на 100% правы. Для этого необходимо более подробно проанализировать ситуацию. То есть, что для вас, по сути, что для вас есть проявление вот этого родного. Это вот, наверное, еще один момент, который я хотел бы вам сказать. Дальше, вы пишите, как помочь мужчине вернуться в семью. Ну, надо сказать так, что ведь когда он уходил к любовнице, он преследовал какую-то цель, ваш муж. Эта цель, скорее всего, связана с неудовлетворенностью чем-то. Эта цель, скорее всего, связана с желаниями вашего мужа, которые не были удовлетворены по его мнению полностью, что и по способству тому, что он ушел от вас к любовнице, к другой женщине. Соответственно, вам, чтобы помочь ему вернуться, желательно сделать это решение. Дайте ему понять, что вы можете, что вы способны дать ему то, чего он хочет. дайте ему осознать, что в вас он может получить то, что ему нужно. По сути, дайте ему понять, что вы ничем не хуже любовницы, а то и, может быть, даже лучше ее. И вот это самым эффективным образом позволит вам мужчину вернуться к себе, если, конечно, у него действительно к вам схоронились чувства, и если он воспринимает свой уход любовницы как ошибку. Дальше. Вы пишите такую вещь, что, значит, у вас были какие-то ошибки, и эти ошибки привели их к тому, что ваш муж ушел. Вот, в принципе, я думаю, что было бы здорово, если бы вы, вот те ошибки, которые вы сами себе назначили, было бы лучше, если бы вы исправили только бы то, что вам нужно исправить для себя, то есть то, что вы, по вашему мнению, делали неверно именно для себя, по причине того, что, ну, как бы противоречие самой себе. Вот это, если бы вы вот эти моменты исправили, было бы, пожалуй, самым верным и правильным для вас. Потому что остальное, если вы будете исправлять, то это будет уже для мужчины, не для вас, и тем самым может привести к более негативным последствиям, чем ошибки, которые исправляются все-таки ради сами-сами себя. Это, знаете, совсем другое. Это и человеком воспринимается совсем иначе, когда люди исправляют ошибки ради себя. Это выглядит по-другому, чисто вот с нежной стороны. И, в общем-то, приводит к более хорошим результатам. То есть, если вы считаете, что какие-то моменты вы делали неправильно, то, соответственно, вот это нужно разобрать. Но только те моменты, которые вы делали неправильно для себя. Для себя. Вот то, что можно вам сказать. Теперь, а дальше, что вы пишете еще? Вы говорите, что вы с мужем чувствуете, что вы с мужем единое целое. Ну, вы знаете, я не буду с вами спорить в этом контексте, потому что, ну, объективно, если вы считаете так, что вы с мужем единое целое, то хорошо. А главное, чтобы мужчина разделял с вами ваши взгляды. Потому что, если он их не разделяет, то, к сожалению, вы рискуете разочароваться. А поскольку разочарование у вас уже было, когда мужчина ушел от вас, если я правильно понял, то мне бы не хотелось, чтобы вы еще раз испытали это самое разочарование в нос. Поэтому, если вы считаете, что мужчина действительно с вами единое целое, ну, я думаю, что он, как минимум, никуда от вас не денется. То есть, он вернется. Как только поймет, что вы готовы удовлетворить его потребности те самые и так, как я вам говорил. Как я вам сказал. Надеюсь, что мой ответ вам поможет. Надеюсь, что вы вернете своего мужчина. Надеюсь, что вы так же понимаете, что если человек, взрослый человек, ушел к другой женщине, взрослый мужчина ушел к другой женщине, это его выбор. И нужно, чтобы он осознал для себя, что его выбор был неправильным. И только тогда, только в этом случае, в случае неправильности его выбора, можно говорить о том, что он осознает что-то и вернется. Вам нужно быть готовы к тому, что мужчина этого не осознает. И вам, если вы его любите, желательно бы быть готовы его отпустить. Только готовность отпустить человека поможет вам быть максимально независимым от него и, соответственно, максимально привлекательным для возобновления отношений. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!